всем добрый день рада приветствовать вас на канале началось обновление у елей более светлые или светло-зеленые лапки появились на концах старых лапок красиво смотрится за окном птичий коллектив в сборе занимается повседневными делами еще с вечера я насыпала им овса и они с удовольствием его поглощают вот эта голубка она очень смелая зимой забирала семечки у синичек активная такая она ничего не боится сидит как на нашести на вот этом металлическом стержне любят они здесь сидеть а вот это место голубей на котором сидел воробей однажды ну и воробей как всегда на своем месте рядом с голубями один раз я наблюдала как он отгонял чужих воробьев и даже пустился с ними в драку не допускает кормушки чужих вот эта пара она постоянно вместе и следит за тем когда появится корм а если корма нет садятся и смотрят в окно ждут когда я им насыплю ну как-то совесть не позволяет пришлось пойти купить овсянку и опять их кормить воробей на своем месте он обычно несколько раз на это место прилетает поет песни что-то я не вижу когда он ест ну видимо не попадается мне на глаза вот еще один любитель нашей сидеть на шесте и сверху смотреть на природу но вот тут появился и друг воробья однажды я увидела как воробей сидел вот этот который все время прилетает и следил за стройкой внизу там двигалась очень много техники которые издавала шум и он так активно внимательно наблюдал за этим процессом оставляя свои комментарии периодически интересно было смотреть вот видимо либо он возмущался что они так громко шумят но там что-то листы какие-то кидали шумели металлические ну звук был такой мощный техника крупная крупные автомобили грузовые ездили и вот он долго сидел возмущался комментировал а потом когда выглянуло солнышко он немножко почерекал и 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 начали отцветать одуванчики вот пожалуйста смотрите первые результаты можно дунуть все семена полетят очень вольготно себя чувствовали на природе кошачьи и вот эта пара попалась мне по дороге игрались они друг с другом что-то искали в траве наслаждались хотя погода стояла достаточно прохладная ну у них есть шерсть шубки так сказать меховые и для них холод не особо страшен они любят вот во дворе в этой траве отдыхать и играться ну подкармливают их люди естественно вот этот кот он видимо линяет потому что кочами шерсть у него немножко попозировали они мне а вот поле одуванчиков которые еще цветет серенький котик красавец близко подошел красавец и посмотрел в камеру домовый воробей рот настоящие воробьи семейство воробьины домовый называется потому что он селится вблизи жилища человека много можно рассказать об этих воробьях вот как раз я и занимаюсь съемками весной этих воробьев потому что они рядом находятся чем отличается самец у него большое черное пятно так называемый галстук который охватывает подбородок горло зоб и верхнюю часть груди а также темное серый верх головы интересно что воробьи домовые образуют пары на всю жизнь а жизнь у них довольно короткая потому что очень много особей замерзает первый год обычно жизнь у них продолжается 9-21 месяцев иногда 4 года и очень редко 9-11 лет от 9 до 11 лет они рано начинают гнездиться в феврале в марте обычно самцов в полтора раза больше чем самок по количеству примерно в августе домовые воробьи покидают свои гнезда для того чтобы они очистились от паразитов гнезда и ночуют в кронах деревьев а поздней осенью у них начинается новый период влюбленности но уже птенцов они не выводят самец опять начинают ухаживать за самкой они строят гнезда и эти гнезда потом служат им зимой для защиты от холода все эти гнезда и они нарушают где-то и в расцвела черемуха и сирень насекомые собирают нектар запах от сирени стоит на весь двор воробьи чирикают чистят перышки наслаждаются солнышком тем что у них появилась пища насекомые природа обновляется а я вам говорю на этом до свидания до следующего видео желаю вам всего самого наилучшего а